В Кокшетау наградили детей за героизм и мужество. В числе награжденных третиклассница Улдана Совет. Восьмилетняя девочка спасла своих сестер и брата во время пожара. За героический поступок она получила благодарственное письмо от комитета ПЧС. Для Улданы и ее мамы сегодня особенный день. Их переполняет волнение. А маму еще и чувство гордости за свою маленькую дочь, которая совершила храбрый поступок, спасла своих младших сестренок и брата от огня. За проявленное мужество Улдану отметили благодарственным письмом и памятным подарком. Хотя сама девочка свой поступок героическим не считает. Она скромно признается. Заботиться о младших – ее долг. Я совсем не испугалась, потому что если я испугаюсь, то им будет страшно. Они же младше меня. Я должна о них заботиться, присматривать за ними. Две старшие сестры уехали в Жизказган, а я осталась за старшую. Я горжусь поступком своей дочери, потому что она подарила вторую жизнь своим сестренкам и брату. А сейчас и вовсе стала еще ответственнее и больше уделяет им внимания. А десятилетний Имран на улице спас двухлетнего малыша, который едва не свалился в канализационный колодец. В последний момент он успел оттолкнуть ребенка в сторону, а сам упал в двухметровый колодец, получив ушибы и травмы. Позднее о его поступке узнали одноклассники и учителя. Про его подвиг мы узнали не от него самого, к сожалению. Узнали через социальные сети, инстаграм. Была заметка про него написана в газете с фотографией. По приходу, конечно, мы его спросили, почему он нам не рассказал. Он очень скромный мальчик. Не стал хвастывать, что он совершил такой героический поступок. Мы очень рады, что в нашей школе мы воспитываем таких добросовестных, ответственных детей. Спасибо его родителям за то, что воспитали в нем такие качества. Этот случай заставил Имрана задуматься о будущей профессии. Он решил стать спасателем. Я когда спас этого мальчика, я подумал в больнице, что я буду спасателем. У меня это с рук получится. Ну, потом я про себя подумаю. Если я спас его, я смогу и дальше продолжать спасать. И я к этой мечте стремлюсь. Я подготавливаюсь. Буду подготавливаться спортивным тренировкам. У нас ежегодно такие факты происходят. В прошлом году мы наградили медалью мальчика, который также героически спас детей из горящего дома. Данные факты мы не оставляем без внимания для того, чтобы наше подрастающее поколение видело, что среди детей тоже есть мужественные, смелые люди. И второй момент. Мы очень сильно желаем, чтобы такие люди приходили на работу в нашу систему.